Здравия, воины! Сегодня у нас пятница 11 февраля, 11.02 в сумме 13.13.06. Для тех, кто я озвучил, для кого я озвучил эти странные циферки, думаю, многое будет понятно. Итак, я решил все-таки прочитать, озвучить статью, которую я написал недавно. Эта статья, в общем-то, не нова, но у нее и техника не нова, но у нее всего лишь там 2800 просмотров условно. Ну, плюс еще есть там на других ресурсах, ну, не так много, как, наверное, я хотел бы и как, я думаю, должно было быть просмотров, потому что это очень важная техника и техника, которая позволит очень хорошо продвинуться и продвинуть себя. Речь идет именно о работе с собой. Дело в том, что, что меня сподвигло на написание этой статьи и немного оригинальную подачу старой доброй техники, это огромное количество вопросов, как мне начать видеть, как моно, например. Ну, логичный вопрос, зачем тебе видеть, как моно, если ты можешь видеть, как ты сам, собственно, или сама. Может проще развивать свое видение и как начать вспоминаться. Ну, это мне, для меня это созвучно вопросом, как мне дойти до соседнего дома. Блин, взять и идти. Да, самому, да, на своих двоих, но придется идти. Ну, вот как лучше, поскольку, условно, моно и на своих сеансах это тренер по бегу, для тех, кто уже научился ходить и хочет научиться правильно и быстро там далеко бегать, можно дать некоторые техники. Техники даю я и помогает своим видением на сеансах моно. Вспоминаются очень многие, очень о многих вещах. Собственно, для этого я и написал статью, чтобы люди начали работать с собой, независимо ни от кого. Потому что ты, это не только то, что ты ешь, как говорят, да, но то, что ты думаешь и, собственно, что ты о себе помнишь, некая совокупность выборов. Для этого я написал эту статью, где я объяснил, насколько полезны семинары по работе с родом, поддержка рода и так далее. Ну, давайте для начала определимся с понятиями, наверное. Придется мне все-таки зачитать некоторые вещи, потому что почему-то прямое общение людям как-то больше заходит, когда вот я говорю, разъясняю, возможно, кое-что комментирую, а, наверное, кое-что имеет смысл комментировать. Это больше теоретическое видео с практиками. Практики будут еще, потому что, ну, некий спрос на это дело есть у людей, и, может быть, чем-то полезным я смогу поделиться. Хотя ничего из того, что уже не было бы условно в интернете под каким-то соусом, наверное, я и не дам. Все в той или иной степени прожевано, пережевано. Просто я некой своей аналитикой, фильтром просииваю тонны ненужной информации и даю самое нужное и самое ценное, наверное, кому-то экономия время, ресурсы, энергию и так далее. Потому что, ну, не у всех есть время, как у меня, там, много лет, каждый день делать по ролику условно, выпускать что-то. Уже около полутора тысяч роликов на канале, и, наверное, все не пересмотришь, но и чтобы сделать эти ролики, и я, и Мона, мы потратили очень много времени, много жизней. И, собственно, как усовершенствовать себя, как вспомнить себя, потому что память прошлого, она тоже важна. Вот этому мы и посвящаем, собственно, всю свою жизнь в борьбе. И понятно, что война идет глобальная, и нужна помощь. И всех, условно, ни один супермен не спасет. Да и играться в этот супермена глупо. Поэтому спасение утопающих – дело самих утопающих, естественно. Если ты не можешь защитить себя сам, ну, кто тебя защитит-то? Это позиция неверная в корне, это позиция паразита, поэтому на кона надейся, а сам не плашай, что называется. Работать нужно самому. Нужно просто взять себя на своих двоих и идти. Если хочешь куда-то дойти, то нужно просто идти. Поэтому прежде всего нужно включать логику и думать, что более важно – собственный опыт, либо опыт чужих дяди и теть, которые как-то с тобой связаны, условно. Я уже давал некоторые техники, там, познать карандаш, например, это основная техника. Просто включать мозг и думать. Потому что, как говорил умный южик в мультике «Мудрый», палку везде можно найти, а вручалка она вот. И для тех, кто освоил уже ранее данные техники, ну, с чего-то надо начинать. Это и карандаш, и пастичь наблюдателя, дыхательные техники, и работа с квантовыми помощниками, которые сейчас… Очередной апгрейд у нас, апдейт и так далее. Но это, повторяю, это всего лишь помощники. Работать нужно самому. Идти энергетически на тонком плане, думать, фильтровать информацию. Сейчас туман войны. Без фильтра невозможно. И пора идти дальше. Итак, все-таки баланс. Нужно находить баланс в удачах-неудачах. Халявы не бывает. Поэтому гарантия успеха – это просто-напросто упорный труд. Ни у кого не получалось сразу, как езда на велосипеде. Когда-то я упоминал о технике, которая нам сильно поможет. Это техника отбрасывания лишнего. То есть это вот то, что сейчас со мной происходит. Моя квартира, условно, мой счет там в банке, моя профессия – это не я. Потому что и без этой профессии, при смены профессии, при смены там партнеров, родственников и так далее, это я останусь. Даже если условно там что-то, какая-то авария отсечет там ноги, это останусь я. Ну, условно. Даже если там изменится тело. Вот я тело. Нет, я не тело. Я что-то больше или меньше. Смотря как посмотреть. То есть вот эта техника сильно поможет. Потому что я – это не самовосприятие. Это определенная память, определенный дух, скажем так, о событиях и набор реакций. То есть если я помню себя постоянно, условно, там, валяющимся куском мяса, жрущим пиво, как свинья в грязи, ну, грубо говоря, я таковым и останусь. То есть можно набрать новый опыт, безусловно. Нужно знать, что этот новый опыт есть. А чтобы понять, что можно поступать иначе, нужно лишь сравнить, как ты поступал раньше. То есть вспомнить свои действия раньше, вспомнить себя раньше. Простой принцип. А что смотришься, в то и обращаешься. То есть рано или поздно количество должно перейти в качество. То есть вспоминание некоего набора даже негативных событий приведет к тому, что все перебранные варианты приведут к негативному, к позитивному. Как говорил Эдисон, я не обнаружил, как работает лампочка. Я лишь провел тысячи опытов и обнаружил тысячу способов, как эта лампочка не работает. Но нужно продолжать идти дальше. Не долбиться в закрытую дверь, заметьте, это большая разница. А искать варианты. И это важно. Именно поэтому, чтобы мы не вспомнились, враги, враг, это можно сказать, что один враг, одно сознание, роевое. И оно именно заставляет нас забыть свое прошлое, не анализировать, не сопоставлять себя с прошлым и дает нам другое ложное прошлое о себе. Нам очень важно вспомнить, подсказки, они, конечно же, есть. Они есть в разных местах, например, в нашем русском языке, который благодаря Далю очень хорошо сохранился. И эти подсказки зафиксированы. Почему Даля начал после карьеры определенного следователя в Вильнюсе нынешнем бросился делать некие вещи, в русский язык сохранять басни, сказки, записывать песни. Вот он, скажем так, нарвался на некоторый адренохромный скандал. И отчет об расследовании этого адренохромного скандала почему-то был это все достерт. И он понял суть паразитов, мне кажется, и решил бороться с ними на том именно плане, который эффективен, потому что танк очень сложно победить в лоб. Нужно для начала изучить танк врага и его нюансы, особенности. Будет понятно, что не такой уж и неизвимый враг, только в лоб его атаковать не нужно. Например, нужно топливо, и чтобы испортить топливо, нужно просто кусочек сахара. Ну, условно, вязкость изменить. То есть, зная, на каком уровне влиять, влиять можно, и влиять очень эффективно, что и показывают наши смолные сеансы, кто желает, может посмотреть. Иногда просто совпадающие совпадения чудесные и так далее. Но дело не в этом. Сейчас уже верхушка врага начинает выпадать в осадок, хотя могли бы еще жить да жить. Сейчас мы видим даже вот этих вот актеров, которых мы выставили на первый план фронтмены. Меркель, Нитаньяху, тот же Жирик вот недавно. Актеры меняются, и это хорошо. Листопад начинается. Но об этом, наверное, можно поговорить попозже. Так вот, подсказки есть, но лучшая подсказка — это собственные воспоминания. Да, можно брать и работать через энергетику крепостей, звезд, архитектуры, скульптур и прочего. Можно работать через энергетику своих предков. Потому что память бывает и народная, и родовая, и сказки, и так далее. Но вот насчет поддержки рода, но какие бы фантазии под этой фразой не скрывались, я думаю, что это не тот путь, по которому стоит идти. По одной простой причине. Потому что какими бы умелыми ни были редкие, скажем так, родители, важны в некоторых ситуациях именно твои умения, навыки, реакции. Если при езде на велосипеде, допустим, ты сам шишек не набил, то ты не научишься ездить на велосипеде, даже если там у тебя родители, чемпионы мира по езде на велосипеде, там, на велотреке. Как бы это ни разочаровывающе звучало для некоторых там, не знаю, преподавателей семинаров поддержки рода или вот возрождателей СССР, которые пиарятся. Да, это некая общность, которые боятся врага, да. Но это лишь один из инструментов. Дело в том, что СССР, ну, это путь в никуда, возрождение СССР. Да, это хорошая общность людей, хороший социум на хороших началах. То есть это такой критерий, идеал, можно сказать, государства в том понимании, которым мы принимаем это государство. Потому что именно в нас заложено именно то понимание государства, каким оно должно быть. Потому что у штатовцев, допустим, у европейцев нет такого понимания государства, что государство там должно, что оно такое социальное и так далее. у них нет понимания общности государства, ну, как общности некой людей. Там, как сейчас у нас, в худшей форме капитализма, за все нужно платить. Тебе никто не должен по-большому и так далее. То есть худшая форма. Не как в СССР. Да, в СССР некая была идея. Идея некоторого коммунизма, царствия божьего, неважно. Но это общность людей, это идея. И нужно ее возрождать, безусловно. Но не как СССР из прошлого. Дважды в одну реку войти невозможно. А нынешние возрождатели, мне кажется, сознательно заводят народ не туда. Потому что что изменится, если СССР, скажем так, возродить? Что значит возродить СССР? Армия СССР вернется. Те самые 60 тысяч танков, которые были, ну, откуда они возьмутся-то? Спутники, корабли, ракеты. Ну, что такое? А что изменится на всяких семинарах по связи с родом или там коллективных медитациях? Ну, пофантазируешь о предках и величии. Можно написать там тысячи этих непонятных госактов. Ну, что изменится? Отец придет, наставит на путь истины, ремня всыпет, уши надерет обидчику. Или что? Я вот не понимаю. Какие великие дочеря и сыны родов великих? А если, ну, нет родов великих? А если батя алкоголик был, то что, помереть, что ли? Где ты алкоголик? Нет, наши не придут, наши это мы. А вот чувствовать общность и поддержку можно с любой группой людей. Абсолютно с любой. Кто-то чувствует поддержку рода, кто-то чувствует поддержку города, родного места, что тоже, в принципе, и работает, и нужно, и можно. Не вопрос. Кто-то там братья во Христе, кто-то братья мусульмане. Они, в смысле, и так далее, чувствуют поддержку разных групп людей. Что это изменит в тебе? О, мало что. Наиболее важен именно собственный опыт. Опыт предков – это очень эфемерное понятие, учитывая реальную историю, наши знания о том, что 200 лет назад вся наша человеческая цивилизация была стерта с земли, и все люди перезаселены. Ну, какие предки? Какие предки? Ну, максимум, там, 3-5 поколений. Все эти фантазии, там, как у казахов, насчет Чингисхана, еще чего-то, ну, смешно просто-напросто. Генетика может быть любая, их много. Те же самые общности, любые секторы родноверов, там, или родоверов, я не знаю, как там, славян такие, потому что не было государств в нынешнем виде, не было стран. Ну, как определить, вот, это гласакс, условно, блондин голубоглазый, а это вот славянин. Ну, все очень относительно. Есть статуи, которые говорят, что там были белые люди по всей земле, но они абсолютно разные. Есть с длинными шеями, есть с короткими, есть вот с такими носами, как у меня, есть вот такие курносы, потому что, ну, статуи не обманываются, все статуи были просто с людей. Не было каких-то там абстрактных персонажей. Были очень красивые люди, но были мордатые мужики, в общем-то, ну, каждая статуя была с каждого человека срисована. Генетик много, зачем привязываться к этому? Что делать, если там товарищ Сталин был грузином, и что дальше? Он плохой человек. Вот я не понимаю нынешние там Сванидзе и Джугашвили. Николай Сванидзе, по-моему, это все-таки предок, потомок, или ведущий этот, тех Сванидзе, что были когда-то в родстве со Сталином, с Джугашвили. Но он, мягко говоря, не последний человек в некоторой иерархии. Назовем это тайны общества. И что дальше? Я могу показать, и любой может поискать правнук Сталина, негр, просто-напросто негр. И что дальше? Есть очень нехорошее видео, когда там внучка Сталина вся в татухах, сиськами трясет, извиняюсь. Это был репортаж. Можно найти. Желающие покопаются. И что дальше? Вот зачем кому-то называть себя именно Яков Джугашвили. Делаю отсылку и параллель к тому человеку, который ненавидел Сталина. Искренне. То есть, ну что даст генетика, что даст фамилия, потому что, ну, за морально-волевые качества, скажем так, отвечает один процент генов. Все остальные отвечают там за цвет кожи, за то, что было две руки, две ноги и так далее. Такой-то обмен веществ. Что это даст? Даже внешняя похожесть. Внешняя похожесть, по моей информации, все-таки во многом определяется некими тонкими полями. Именно тонкие поля могут изменить и повлиять на генетику. Это доказал Горяев. А тонкие поля это именно душа, скажем так. И человек из воплощения в воплощении чем-то похож на себя предыдущего, на мой взгляд. Говорят, что на детях природных, на детях гениев природа отдыхает. То есть, если сам не вложился, то только на славе там какого-то предка, якобы великого. Более того, если думаешь, что предок был великий, значит, сейчас можно что получается? Самому отдыхать, ничего не делать и всё отпустить. Ну, более того, баланс. Если ты чувствуешь себя единым с чем-то, то это что-то другое. У другого что-то получилось, значит, у тебя должно быть провал, не получится. Это как распределение удачи-неудачи. В мире баланс во Вселенной. Если тебе в чём-то не повезло, значит, вот в другом повезёт. Не везёт в картах, повезёт в любви. Это народная мудрость, скажем так. И это на самом деле так работает. И если у тебя были, скажем так, великие предки, то есть шанс, что ты будешь не очень великим. Зачем вот эти лишние понты? Это называется гордыня, потому что если чувствуешь, что ты вот такой крутой, то Вселенная тебе, а если ты считаешь, сделай там неприятный подарочек, если ты считаешь, что ты вот немножко на самом деле обделён и накопил некоторое количество неудач, то в чём-то будет неудача. Но по работе с удачей-неудачей можно поговорить чуть позже, но об этом и в Деире хорошо написано. Неплохая техника для самостоятельной работы. Опять же, в Деире есть неплохие техники, рекомендую почитать самостоятельно. Неплохая подборочка. Именно на семинары идти, но это пусть каждый сам принимает решение, но я бы не рекомендовал, особенно на вот эти вот занятия так называемые фоновые, там определённые действия происходят. но вот как почитать, как вариант и с техниками самостоятельно поработать могу рекомендовать. Поэтому я не могу порекомендовать кому-то чувствовать какие-то общности, там медитации коллективные, коллективная работа. Любой из участников медитации может подосрать всей группы, поскольку сформируется некая общность, некий Грегор. Не говоря уже о лидере, которые могут делать от имени группы всё что угодно, а по шапке, то есть карму негативную получат определённые люди. Правило самый слабый, рвётся там, где тонко, самый морально неустойчивый, скажем так, который легче принимает вину на себя, тонче чувствует мир, проще говоря, на каком-то уровне самый лучший. Поэтому я против любых, по крайней мере пока, пока не победим, против любых каких-то коллективных шабашей, действий и так далее. Потому что пока лучше работать с собой, индивидуально и соответственно только за себя и самостоятельно принимать решение, какой идее следовать. Например, идея Сталина. Сталин — это идея прежде всего, а идея — она вечная. Я это уже в одном из роликов разбирал. И опыт — тоже набор идей, скажем так. Ибо именно следуя неким идеям мы принимаем те или иные решения, соответственно, нанесём ответственность, грубо говоря, карму. И вот можно повлиять на карму, очистить карму. Словно, это вот разделяя те или иные идеи. То есть, грубо говоря, вот на тонком, на квантовом уровне, скажем так, каждый из нас — это набор опыта, памяти и идей, которые он носит, разделяет. И именно мне кажется, что мы есть душа, которая отображает совокупность неких знаний и опыта. И именно поэтому важны очень личные воспоминания. повторюсь, после этой практики, конечно же, легче всего будет вспомниться на сеансе. Можно настроиться на вспоминания, хотя бы потому, что будет в резонансе со мной, с Моной, с Мишей, но можно и самостоятельно. Многие при технике перепросмотра вспоминаются сами. Назовем это условно перепросмотром. Отзывы некоторых людей мы, наверное, уже есть на каналах и будут еще. Но, опять же, нужно идти по нарастающей. То есть, для начала можно попрактиковать остановку внутреннего диалога, отпускание всего посетителя наблюдателя. Посетителей в какой-то степени можно приступать к перепросмотру. Помимо энергетических практик, вот еще и мехические. Скажем так, работа с памятью. Методика простая, просто начать вспоминать дисциплину ума и мыслей и дисциплину воспоминаний. То есть, нужно приучить свое сознание выйти на следующий уровень и как бы каталогизировать свои воспоминания. Работа с памятью. Есть много техник, которые тоже полезно поизучать. этой техники скорочтения, техники запоминания, они во многом схожи, но можно начать с простого, с самого известного. Просто вспоминать в прямом порядке, в обратном. События дня, события недели. Нужно просто научить себя структурировать память. Техника имеет много полезностей, потому что прорабатываем распоминания, прорабатываем энергии, которые проходят в этот момент, прорабатываем осознание, приходит понимание, приходит умение видеть себя со стороны, скажем так, и много чего еще. Не важно, как эта техника называется, важно, что это просто новый уровень осознанности, новый уровень жизни, вот практика, вот реальность. Почему-то многие там шизотерические каналы, много бла-бла и никакой практики. Вот конкретная практика с объяснением теории, которая реально поможет жизни, поможет собраться снова в некую целостность такую. Поэтому нужно просто начинать и делать, не нужно бояться. Если кто-то хочет вспомнить себя и выйти на новый уровень, вперед. можно перепросматривать какое-то одно событие, допустим. И критерий завершенности это память о событии, но отсутствие каких-то эмоций. Ну, было и было. Не отсутствие чувства вины, но при наличии эмоций, нет. Хотя тяжелые воспоминания, там и вина, и сопли, и слезы бывают и так далее. Цель отсутствия эмоций. Я вот уже эту технику впервые применил, не знаю, 90-ом, по-моему, там, восьмой год. И вот до сих пор использую, и, мягко говоря, далек от завершения, и даже из 36 совместных жизней с моной. Я более-менее, хоть в каких-то деталях мы вспомнились, ну, я, по крайней мере, мон это больше, она просто молчит, чтобы не испорт, потому что, если скажут, воспоминания не придут, либо придут иначе, нужно вспоминаться самому, то я 20 жизней вспомнился. Некоторые мы в сеансах рассказываем, ну, не будем отвлекаться, энергия, которую мы оставили в конфликтных ситуациях, либо вне конфликтных, которые тоже порой выкачивают, скажем так, связи, которые тоже держат, не дают идти дальше, энергетические связи, ментальные связи и так далее. Психическая и психологическая свобода. На этом фоне, на освобождении легче будет работа с точкой сборки, скажем так, с информацией. Поймешь больше о себе, меньше будешь поддаваться страхам, тревожности и так далее, меньше шансов, что кто-то сможет манипулировать тобой и так далее. Поскольку энергия будет восстановлена, некий энергобаланс, зная, когда было мало энергии, сколько сейчас, можно понять и как ее восстановить, повысить уровень и так далее. Соответственно, лучше будет и у кого-то энергетические практики, у кого-то осознанные сновидения, кто-то избавится от некоторых зависимостей, пристрастий и так далее. То есть нужно просто начать структурировать воспоминания. память, работа с памятью, списком, списки вещей, списки событий, переживаний, эмоций. Например, составить всех людей, которые там, список их в прямом последовательности, либо в обратной последовательности, в прямом порядке, в обратном вспомнить, посмотреть изнутри себя, как бы со стороны посмотреть на ситуацию. это новый опыт. Интересный опыт, рекомендую начать его практиковать. По-новому посмотреть на отца, мать, попробовать понять отца, мать, почему они так поступили, почему иначе, почему ты, как эти ситуации повлияли, как записались, куда, и почему сейчас некоторые события, некоторые реакции, вот именно так происходит, и почему ты именно так реагируешь на все. Это тоже интересно и важно и освобождает во многом. Самые яркие воспоминания. Очень важны партнеры по сексу, особенно первый партнер по сексу, почему дальнейшая сексуальная жизнь складывается именно так. Потому что чаще всего был неудачный партнер по сексу у многих людей, скажем так. Это реальность. Телегония она есть. При сексе обмен информацией именно подсознательный. Если у женщины, грубо говоря, много половых партнеров, вот эти программы мужские начинают ее раздербанивать. Энергетически женщина настраивается на партнера. Один там любил одно, другой условно другое. Две противоположности. Один ее на себя рвет, давай мне энергию, другой на себя. Кстати, она закрывается на всех. Психика не выдерживает подсознательно на всех тем угождать. Условно, одному молоко, другому мед. Вырабатывать все одновременно не получается. Начинают вырабатывать какашки. Условно. Опять же, это очень условно. Все, что я говорю, очень образно на аналитическом плане. Это начинает ее дербанить женщину и, грубо говоря, ни к чему хорошему это не приводит. Нужно, даже если это и было, освобождаться от лишних связей, которые еще действуют. Этому поможет техника перепросмотра. То есть, нужно обрубать некие аналитические связи. Практиковать можно как угодно. Опять же, начни, начни ездить, как получится на велосипеде. А потом уже составляй маршрут, и куда ты поедешь на велосипеде. Когда научишься держать, крутить педали и держать равновесие, баланс, то хоть куда. Лишние детали вот сейчас, но они не имеют смысла. В прямой, обратном порядке, пожалуйста, эмоциональные, сначала позитивные эмоции, все, кто доставил позитивные, положительные эмоции, потом кто отрицательный, либо сначала с плохих переживаний немножко, там, кому-то прореветься, кому-то проораться, или наоборот, или просто скрипя зубами просмотреть. Ну и параллельно придет ощущение и чувствование энергии, что будет при этих событиях, что было, как сейчас мы это все переживаем, понимаем, новые грани каких-то, новое понимание. Ах, она сволочь, или он там такой нехороший оказывается, а я-то думал или думал, что он-то хороший. Придет понимание, почему это произошло, как. Но это может прийти только когда есть четкий и холодный разум, осознание. Пока есть эмоции, ну а какой-то анализ невозможен. Так вот, нужно просто просмотреть еще раз без эмоций. Тогда как бы вот эти новые безэмоциональные информации наложатся на старую эмоциональную и как бы ее подомнет под себя, уберет. Просто-напросто. Кто хочет, может выкачивать энергию из этих событий, из этих эмоциональных действий каких-то, либо наоборот накачивать, прокачивать. Условно, можно взять белый чистый лист и либо там водой, струей воды, душем между собой, события между собой и человеком провести. Эмоций не будет, все замечательно, условно, там критерий, опять же, очень словно, струя воды пройдет или там сжечь этого человека. Опять же, этого события уже нет, человеку это не повредит. у нас же нет цели там повредить человеку. Опять же, это программирование, это стихия. Многие работают со стихиями, становясь огнем и чувствуют, что это хорошо, потому что нет установки своей энергетики вредить, а огонь лишь образ. Можно же и огнем исцелить, условно, там подогреть человечка своей любовью, огнем любви, говорят, или там наполнить водой позитива, а не утопить. А можно и вот, в общем, понятно. Можно и сжигать, можно и водой наполнять, ветром, как угодно, если кому-то удобнее работать со стихиями. Пожалуйста, если ветерок свободно проходит между или вокруг человека, без проблем. Я рекомендую, как говорил уже в любой непонятной ситуации, вращай структуры врага, либо врага, либо просто другого человека, условно, либо самому можно вращаться по технике дервиши, мысленно, как бы в этой ситуации, как бы при вращении будут отрываться любые подточки. Это уже на вкус и цвет, что называется. Каждый сам работает и смотрит, как что получается, какие техники, после которых мониторим ситуацию, состояние, лучше, не лучше, что хорошо зашло, что нет. Опять же, неприятно, неприятно, это другой термин. Хорошо и плохо это не равно приятно и неприятно. Повторю, многие путают. Опять же, смотрим, хорошо или нехорошо. И опять же, можно в медитации, в индивидуальной понять, в чем разница между приятно, полезно и хорошо, условно. это разные понятия. А термины очень важно использовать, верно? Модная нынче техника менять события, как вот в эффекте бабочки, но я не рекомендую пока. Потому что даже в фильме эффект бабочки она очень-очень сильно искажена и там, опять же, тупик, любимый масонский прием. Сказать, что, ну, ни к чему это не приведет. Цель опошлить вот эту технику хорошую, хотя она применима, она эффективна, но опять же, нужно применять ее осознанно, нужно думать, что ты делаешь, нужно знать, что менять, как менять. То есть, пока для начинающих что-то менять не нужно. Потому что изменение есть техника работающая, но вот работать она должна правильно. Если, грубо говоря, повернул налево, врезался в столб, из-за этого неправильного поворота, я утрирую. Опять же, на плинтонском уровне. И в результате этой аварии потерял ногу, можно себя убедить, что ты повернул направо, что этого не было. Психика будет уверена, энергетика, что аварии не было, соответственно, обе ноги целы, а нога одна. Вынырнув из этого состояния, будем считать, что ноги две, а реальность будет другой. Но это путь к шизофрении. Я не рекомендую плодить шизофреников. Не нужно пока ничего менять. Я утрирую, опять же. Если какие-то были негативные вспоминания, опять просто вспоминаем до состояния, пока не будет эмоций. Убеждать себя, что этого не было, это, ну, как минимум, следующий шаг. пока просто работаем в сознании, пытаемся вспомнить как минимум свою жизнь, очень важно вспомнить первое свое детское воспоминание для получения целостности хотя бы на уровне этой жизни. И после целостности можно будет идти дальше по возможности, как смогу, я напишу статейки на эту тему. но опять же лучше идти самому, изучать вещи самому. Не нужно надеяться на какие-то мои не знаю, костыли что ли, пинки руководящие и так далее. Лучше всего ходить самому. Помним про точку я есмь, то есть сознание в центр головы, прогнали вверх-вниз, а потом немножко за спину и идем вниз, постепенно опускаясь и ловим воспоминания. Можно даже так. Можно смотреть из состояния, из человека, можно из себя. Вот все, что на этом уровне. Можно так опуститься до поясницы, ниже, и там уже пойдутся условно прошлые жизни. Условно это за спиной и дальше. Можно просто так вектор выставить, просто назад идти, можно назад вниз, можно просто вниз. Это опять же все индивидуально, работаем со своими индивидуально, внутренним миром и внутренним сознанием. Можно совмещать с техниками различными, энергетическими, можно с мудрыми. Могу дать еще одну мудру, скажем так. Вот. Колечко 2. Чепочка для восстановления. Ну и вот эти пальчики тоже соединили. Получается вот так у нас некая замкнутость вот тут. И вот так у нас некая замкнутость, то есть правый, а указательный с правым большим. И вот так расслабленная кисть, не нужно ее напрягать, лежим. Можно опять же вот так делать, вот так делать, то есть те руны, которые я уже давал, и вот это. То есть вот смотрим, вот так связали и смотрим, какие ощущения идут. Расслабили и положили вот условно на животик руки. И смотрим, как меняется энергетика, как идут потоки вокруг себя. Потому что я на эту мудру наложил руну с рунами пока вот с такими, которыми я работаю на земле, никто работать не может, и люди не могут, никакие, тем более масоны не могут работать с этими рунами. я взял эту руну воссоединения целостности, скажем так, воссоединения цепи и наложил на эту мудру. И всякие, кто делает такую мудру, теперь уже с некоторых пор на тонком плане используют эту руну, но опять же через хороший фильтр, потому что руна в том виде, в котором она есть, глубинная, она назовем это первородная, глубинная, она не для людей, скажем так, может сжечь просто-напросто, а тут некий такой фильтр посредник, хороший, можно совмещать с мудрыми, можно совмещать с квантовыми помощниками, кто-то может судью привлечь, он мягонько работает, расчищает, убирает лишнее, скажем так, принесенную карму, раздает сестрам по серьгам, но в обе стороны, то есть, да, он разошьет, но, господи, от бумеранга никто не убегал, господи, как в одной юмористке один иудеичек говорил, господи, так вот, поэтому я бы не стал бояться этого привлечения каких-то квантовых помощников, понятно, что можно и с диагностными работать, но и с судьей-милиционером тоже, но, опять же, это, условно говоря, костыли, помощники, именно, работать лучше самому, поэтому приступаем, работаем, делаем, лучший способ дойти куда-то, это просто идти, времени мало, и, более того, начав работать с воспоминанием, можно понять на определенном этапе, что времени вообще нет, поэтому действуй, можно совмещать с любыми иными вещами, это уже на вкус и цвет, тут шаманы, некоторые рекомендуют мухоморчиков поесть, если, допустим, псилоцибы, это работа с пространством, то мухоморы, это работа со временем, но, опять же, на определенном этапе, на определенном опыте, с определенной техникой безопасности, ничего плохого в этих веществах, расширяющих сознание, нет, поскольку нет привыкания для меня больше опасности, допустим, я вижу опасность в употреблении людьми алкоголя и сигарет, потому что с точки зрения фармакологии, это наркотики, у них есть привыкание, у них есть вредные эффекты, а вот в этих веществах, допустим, как и в ртути, потому что это запрещенные вещества, ртуть, которые когда-то лечили, есть учебники 60-х, еще 70-х годов, где при завороте кишок три капли ртути рекомендовали выпить, извиняюсь, просраться, то есть никто не считал это опасным, куча приборов была с ртутью, а сейчас она стала опасной, то есть нам не только историю переврали, нам все переврали, то же самое вещество определенное, тот же ЛСД в психотерапии использовался очень-очень долго и успешно, нам очень много переврали, так вот, чтобы восстановить истинную картину поможет перепросмотр, сначала просто нужно вспоминать, а уже потом всякие добавки, изыски и все прочее, просто вспоминай, воин, время пришло, пришло время помнить все, добра и вперед, падает, в в в в в Продолжение следует...